Прабабушка, то и лишь бы это родил, которая сегодня уже 100 лет и которая живет в Аршаве. Светский умная с большим шармом характеризовал философ-марксист Бердяев свою тетю. Образ Марии Анелли и Сапек на женской половине дворца. Экспонат новый, но тут же отмечен как обязательный к упоминанию экскурсоводами. Они ведь в основном дамы. Диана Караба, это внучка последнего ордината Несерского замка, вместе с мужем. Поэтому заказали этот портрет. Оригинал висит в музее Филадельфии. Это помещение называется салоном Броницкой. Проживала Бешета, ее дочь, которая вышла замуж за Ежеродивилла. Автор описания внешности 1865 года немец Франц Винтерхальтер. Художник создал единственную в своем роде галерею аристократок того, Старого Света. Упоминем лишь, что ради его кисти часами позировала королева Виктория. Смотрите в Букингемском дворце. В этой семье любят подчеркивать, у нас есть своя королева Барбара. А какие жены стояли за канцлерами, гетманами, воеводами. Святая София Слуцкая, первая в Беларуси драматург Франтишко Уршуля, меценатка Мария Магдалена. Что не век, то великая женщина в доме Радзивиллов. 85% в штате музея сегодня представительницы прекрасного пола. Самая женская профессия – смотритель. Также благородны, как и те, чей покой охраняют и кому со временем начинают подражать. А они не родственницы – популярный вопрос от туристов. Когда мужчины попадают сюда на женскую половину, они очень трепетно отзываются. Такой вздох. Какие красавицы! Как это они к вам сюда попали? Эти глаза напротив сегодня портрета Марии Дороты де Костылян. Святия Мария Аннелли сформировала несвежую репутацию маленького Парижа. Восстановила замок, посадила парк, родила двоих сыновей и двух дочерей. Великие – это в принципе все женщины, которые жили, живут и будут жить. Александр Матяс, Александр Кривецкий. Наши новости. Минская область. Минская область.